Всем привет! С вами канал Armormaster и сегодня у нас традиционное поздравление с наступающим Новым Годом. Для начала подведем итоги года уходящего. Надо сказать, что он был непростым, это будет большая банальность, но тем не менее это факт. Причем не только в каком-то общем плане, но и даже в модельном. Что лично у меня, что вообще? Ну вообще, вы сами понимаете, многие выставки были отменены. По факту удалось поучаствовать только в выставке в Москве, выставке в музее Суворова и выставке «Союзники». В общем-то это все офлайн-выставки, в которых в этом году довелось поучаствовать. Конечно, выступления были не самые плохие, но тем не менее в количественном плане, конечно, очень мало. Немножко помог онлайн «Новослет», «Аргентина», «Хандемансийск», но тем не менее до стандартных показателей по выставкам это все, конечно, все равно не дотягивает. Более того, несмотря на карантин и изоляцию, казалось бы, только бери да крась, но по готовым моделям в этом году у меня тоже далеко не все гладко. Собственно, всего три модели удалось сделать в 35-м масштабе, причем две из них, «Стюарт» и «Самуа» были собраны еще в прошлом году, ну а «Пантеру» я не собирал, а только красил. Таким образом, по готовым моделям в 35-м масштабе тоже все довольно слабо. Единственное, что немножко успокаивает, это то, что было сделано семь моделей для большой белорусской компании в 72-м масштабе. Я их, правда, тоже только красил, но тем не менее работа была довольно интересная, довольно необычная и в целом результатом я тоже доволен, тем более, что, в принципе, делать модели на заказ для этой компании, мне кажется, в принципе, очень и очень круто. По каналу тоже все было не совсем гладко, так и не удалось сделать обзор каждую неделю. В ноябре-декабре была просадка, ну она была связана с объективными причинами, но тем не менее, какая разница, планы не выполнены и это не очень хорошо. Ну и по окраскам на камеру тоже все довольно слабо, в этом году готовых ровно ноль, то есть в начале года я выкладывал окраски по стюарту, но они были сняты еще в 2019, там сейчас, в декабре, я тоже снял практически уже цикл, но в этот год он не успел попасть, он выглядит уже в 2021 году. Поэтому по готовым окраскам на камеру тоже в этом году ноль. И, в общем-то, можно было бы, наверное, грустить и посыпать голову пеплом, если бы не одно но. Ну, я думаю, что ответ очевиден, что это за но. Это стримы. Стримы начались как раз с началом изоляции, поначалу это был совершенно экспериментальный формат, но к концу года он стал одним из основных. И, на мой взгляд, стримы дали неплохой толчок развитию канала именно в новом направлении, то есть обзоры я уже к этому времени писал 6 лет, стройки на камеру делал 5 лет, все это уже давно было, а это было что-то новенькое. Причем здесь хорошо не только то, что я, мне кажется, весьма подробно показывал, как я клею модели, как я делаю какие-то доработки и прочее, но и приятной фишкой оказалось общение с аудиторией в прямом эфире, что до этого было просто невозможно. Причем стримы выходили практически каждый день, отснято огромное количество материала, огромное количество контента, и я надеюсь, что этот формат пришелся по душе не только мне, но и вам. Ну и, в принципе, это видно по количеству просмотров, по количеству комментариев и потому, что у нас, в принципе, уже сформировалась готовая комьюнити людей, которые постоянно приходят на стримы, мы общаемся, обсуждаем какие-то вопросы. Ну и отдельно мне, конечно, очень приятно то, что общение это происходит в очень благоприятной, в очень дружественной атмосфере. То есть, ну, бывают, конечно, какие-то попытки ее нарушить, но они практически мгновенно пересекаются, поэтому я надеюсь, что этот формат не только интересный, но и весьма комфортный для всех зрителей. Говоря о планах на следующий год, ну, прежде всего, конечно, крайне желательно будет покрасить всю ту гору моделей, которую я собрал на стримах. Также в ближайшее время начнет выходить цикл по окраске танка на камеру, немецкого танка, я надеюсь, тоже это будет достаточно интересно. Ну и, конечно, обзоры после сборки, мастер-классы, все это тоже будет. В ближайшее время на праздниках выйдет две части относительно свежего мастер-класса, и плюс в работе у меня сейчас мастер-класс по росписи фигурки из Вархаммера. Я тоже надеюсь, что это будет интересно не только постоянной аудитории, но и кому-то со стороны, кто занимается больше фигурками, чем танками. Своим зрителям я, конечно, прежде всего пожелаю не болеть, я думаю, что это тоже совершенно очевидная вещь. Я надеюсь, что в 2021 году вся эта неприятная ситуация закончится, мы вернемся к нормальной работе. Ну а даже если не вернемся, как минимум у нас будет опять много времени на танки, на увлечения, на хобби и на все остальные приятные вещи. Во всяком случае, очень хотелось бы, чтобы это было именно так. Ну и в конце, конечно, хотелось бы поблагодарить зрителей канала. Особенно сильно хотелось бы выразить благодарность тем, кто помогал каналу не только просмотрами, комментариями, но и какими-то материальными вещами, как то модели, которые мне присылали, и финансовая поддержка, которая в определенный момент оказалась очень ценной. Ну и в принципе, канал это прежде всего зрители. Пока есть зрители, есть канал. Когда не будет зрителей, канала не будет. Поэтому большое вам спасибо, что приходите, большое спасибо, что смотрите, комментируете, участвуете, ну и по возможности помогаете. В общем-то, наверное, на этом и все. Желаю всем хорошо встретить Новый год, хорошо его провести, построить побольше интересных, красивых и классных моделей. А я, в свою очередь, постараюсь помочь вам в выборе этих моделей при помощи обзоров и в создании и в покраске этих моделей при помощи обучающих видео и стримов. Вот, в общем-то, и все. Всех с наступающим Новым годом. Пусть он будет лучше, чем прошедший.